давайте так первый способ чтоб не передать он такой экстремальный очень все очень просто девчонки вносите таргана пятницу берете маленькую металлическую маленькую баночку как помните из-под майонеза такие стеклянные помните вот берете баночку но обязательно ночью накладываете туда немножечко земли кладете туда маленький кусочек халяльного мяса обязательно халяльного это важно мы башкортостане живем обязательно туда кладете один желточек тоже халяльный курочек от курочки взяли и обязательно три плевка это прям принципиально баночку закрываем девочки дальше баночку на 3 ночи ставим в теплое место потом что мы делаем вот как только вы Вы понимаете, что прям захотелось вам жрать, вот сильно прям захотелось, достаете баночку, открываете, только первый раз делайте, пожалуйста, это в ванной или в туалете, открываете, делаете глубокий вдох, ну, дальше реакция будет. После этого берете свой самый любимый, самый яркий лак и одну полосочку ставите на этой баночке, этим ярким лаком. Проходит какое-то время, опять вам хочется вкусненького, достаете баночку, открываете второй раз, делаете глубокий вдох, что дальше произойдет, вам рассказывать не надо, да. Берете потом опять лак и делаете вторую полосочку. Закрываете. Дальше третий раз опять захотелось вкусненького. Достали баночку, дальше вам все известно, третью полоску ставим. Дальше, когда вам нужно идти на застолье, берете этот свой любимый лак, красите ему ногти, сели за стол, захотелось сладенького, положили три пальца, посмотрели. Но это один из способов. Второй способ, он более такой нудный, откровенно говоря. Но давайте попробуем. Девчонки, поднимите, пожалуйста, сейчас вот таким образом левую руку. Все подняли? Девочки, давайте соберем пять причин, по которым вам нужна стройность. И будем на каждую причину пальчик загибать. Итак, зачем нужна стройность вам? Здоровье. Согласны все? Я тоже согласна, потому что ожирение это уже не есть здоровье. Хорошо, кроме здоровья, зачем нам еще стройность? Красота, согласна. Что еще? Давай, легкость возьмем, еще. Уверенность в себе и восхищение окружающих. Зажали пальчики. Так, зажимаем и держим, держим. Вот оно, в принципе, вот, правда, оно все с вами. А другой рукой, пожалуйста, сделайте такой жест, как будто мимо что-то пролетало, и вы его поймали. Вот так. Хоп! И сделали вот так. Поймали, быстро поймали, быстро-быстро, и не отпускаем, девочки. Потому что прямо сейчас вы поймали пролетающего мимо домашнего толстого рыжего таракана. Вы, может, даже почувствуете, как там скребят немножечко его лапки, такие, знаете, шершавые. Помните, там лапки, они же не гладкие, да? На них еще такие цыплялки есть. Но давайте так, это даже не таракан, а беременная тараканиха. Что это на практике означает? Там внутри ее пузико такого круглого, которое сейчас вертится там, там еще есть кокон, а в коконе маленькие таракашки. И такая слизь еще. И если, Ксения, чуть-чуть быстрее сдавить, так сильно, так хрусть можно услышать. Это значит, что таракановые девочки сейчас тараканиху раздавили. И прямо сейчас у вас здесь, в кулачке, раздавленный дохлый таракан. Что от таракана там действительно осталась только какая-то непонятная биологическая теплая масса. Она, конечно, будет липкая, она вонючая. И через некоторое время, конечно, может быть... Держи таракана! Нужно будет мыть руки, потому что здесь иначе все будет просто противно, в слизи. И, может быть, это даже постепенно будет стекать по вашей руке, в рукава, да, вот правильно смотришь. Прям в руках будет закатываться все. Отпускайте руки. А вот теперь, девчонки, другая проблема. Дело в том, что то, что вы говорили, здоровье, красота, уверенность в себе, вы сейчас даже не понимаете, про что вы говорите. Для вас такая абстракция. Для вас это просто слова, поэтому таракан оказался круче. В том-то и ваши проблемы, к сожалению, вы не понимаете, зачем вам вес снижать. Знаете, у меня одна клиентка есть, это прям такой случай, который уже там, где я раньше работала, стал просто хрестомантийным. Была одна молодая девушка. Ей еще 30 не было, у нее была очень большая степень ожирения, около 120-130 килограмм. И врачи ей поставили такой диагноз – вторичное бесплодие. Она не могла забеременеть просто потому, что был большой вес, нарушен гормональный фон. И она до этого пыталась как-то похудеть, но все время срывалась. Я говорю, иду после работы мимо магазина, захожу, и шоколад она любила. И обязательно покупаю себе плитку шоколада, которую вечером съедаю. Домой пришла, как-то расслабилась, седала и поела. И вроде бы все классно, все хорошо, но тоже с ней психотерапевт очень серьезно поговорил. А зачем тебе? Она говорит, хочу ребенка. Она говорит, пока непонятно, потому что пока шоколад выигрывает, пока ребенок, видимо, не актуален для тебя. Что она сделала? Она пошла и сделала себе талисман. Она купила пинетки и положила их в сумку. И дальше она рассказывает, захожу, как обычно, в магазин, беру шоколадку, хочу расплатиться, достаю кошелек из сумки. В этот момент пинетки цепляются за этот кошелек. Я, говорит, достаю, а у меня реально оказался выбор. Здесь пинетки, а в другой руке шоколад. Я, говорит, разрыдалась, как дура. Выбежала оттуда. Никто ничего не понял, что с вами происходит. Естественно, говорит, шоколад я не купила, но только после этого она без срывов смогла наконец-то захудеть, благополучно забеременеть и родить ребенка. Пока у вас, по крайней мере, у большинства, по всей видимости, нет понимания, зачем. Пока только абстракции. У нее была конкретная цель. Я хочу родить здорового ребенка. И ради этого она готова была пахать. Поэтому вы сперва задумайтесь, а вам зачем? А вам реально это надо? А пока я желаю вам быть стройными, красивыми. Не жадничайте. Всем привет. Сегодня у нас сложная неделя. Очень мало результатов, так сказать. Мы разберемся. И чаще всего, знаете, что я заметил от этого проекта, что вам это не нужно. Ну, это нужно единицам. Давайте честно, да? Вы пришли, у вас есть телевизор, вам прикольно, какой-то разгрузон. Вы подумали, что вот сейчас я приду, мне тут волшебную конфетку дадут. Да, блин, не бывает так. Это не нужно, на самом деле. Я вот уверен, я по себе знаю. Бывает, вот лежишь так и думаешь, ну, там кто-то верит в Бога, кто-то не верит. Там, господи, как я хочу похудеть. Да, но, сами пришли. Но есть все шансы у вас для этого есть. Но так или иначе эти шансы вы не используете. А потом сами обвиняйте свой обмен вещей, здоровья, семья, дети, дети-придурки, муж-алкоголик там. Ну, я не знаю. У всех по-разному, понимаете? Я могу сказать точно, когда хочешь, худеешь. Да, бывают сложности, питание стоит, здоровье на самом деле. А, кстати, гормоны кто-нибудь сдал? Вообще, гормоны каждый. Я хотел сегодня лекцию по гормонам провести, ну, то есть рассказать, как они работают и почему их нужно отслеживать и как часто это нужно делать. Ну, что-то сегодня зашла такая тема, что все расслабились. Так, первый очень важный гормон – это тестостерон. Это общий гормон. Ну, то есть там бывает тестостерон свободный и общий. Без разницы, задавайте, можно свободный, можно общий. Для девушек это не имеет значения. Тестостерон, потом пролактин. Пролактин. Биохимия печени, биохимия почек. Еще есть ряд, вообще много разных гормонов. Я сейчас говорю, это те гормоны, которые влияют на вес. Они влияют прям косвенно. Если один из них в какой-то ненорме, то это всегда будет понятно. Есть еще много гормонов, там типа эльтероксин, там гормон роста, но у них очень короткое действие. И можно попасть вот в этот период ямы. Ну, там он выброс, там, например, гипофиз выбросил гормон, он у нас крови на высоком уровне, вы приходите, сдаете, в тот момент, когда он на нижнем уровне. Вы, например, сдали кровь, и у вас как раз следующая на очереди, следующий выброс. Может быть такое, и поэтому есть гормоны, например, которые там, которые можно попасть в ямы, я про них не говорю. Но они важны. По поводу, я вот еще говорю, про вашу мотивацию, мне, вообще, мне это непонятно. Когда человек болен раком, раком легких, он бросает курить. Если у него трое детей, он бросит курить. Ну, согласитесь, ну, серьезно, да, и при этом у него 50 лет не было силы воли. У меня папа пил всю жизнь. Блин, ну, нормально пил, прилично, как такой солидный дядька. Один раз проснулся, он чуть кони у нас не двинул, и он 8 лет вообще не пьет. Посмотрите на свою проблему с этой стороны, а что дальше? У нас есть такое понятие, как обмен веществ, метаболизм наш. Он у нас разгоняется, когда мы начинаем худеть, он у нас замедляется, но когда мы вот эту вот самую стадию правильного образа жизни, вот этого здорового образа жизни входим, у нас он увеличивается, ну, обмен веществ, и нам уже не нужно так много, например, ой, так много себя ограничивать. Мы, у нас многое сгорает. На самом деле, там, на энергию мы пускаем. Вот, к примеру, я склонен к полноте. У меня мама большая, у меня бабушка большая, у меня папа с таким пузом недавно сбросил этот пузо. У меня все, у меня брат с такой мордой, я могу показать. То есть, у меня все склонны к полноте. Все. На данный момент я, у меня обмен веществ на такой скорости, что я вот сейчас сбросил 2 килограмма за 2 недели жира. Я убрал только сладкое. Я как 8 раз в день кушал, так и кушаю. Я съедаю в день килограмм мяса. Ну, килограмм филе, либо там творогом, и поверх еще я накидываю риса. Я убрал только сладкое. Если вы любитель шоколада, вот как я, мне нравится вкус шоколада. Можно заменять темным шоколадом. Ну, прям таким нормальным, концентрированным, там 70, да, горьким шоколадом, с чаем. Мне нравится. Есть, опять же, там психология, когда вот он прям нужен, чтобы растаял, чтобы его стало много во рту. Не просто проглотить, а вот передержать, это помогает, на самом деле. По поводу печеньев, я советую, для диабетиков продаются. У них низкое содержание сахара, они, в принципе, низкокалорийные. Есть куча способов, как готовить низкокалорийные печеньки. В интернете написано, и там за место связующего муки добавляются протеины. По поводу гормонов, обязательно с утра на голодный желудок не нервничать, психанули, на кого-то крикнули, с утра не идите сдавать, не сдаете их. Особенно, пролактин подскочит 100%. У меня, когда я шел, сдавал гормоны, я каждые полгода сдаю. Меня чуть не сбила машина, у меня пролактин был на таком уровне, что меня отправили на МРТ головного мозга, у меня было подозрение на опухоль гипофиза, то есть, он так сильно, на самом деле, вот меня чуть не сбило, я сильно испугался, и пролактин подскочил. Все? Всем удачи, денег, мужиков богатых. Всего хорошего. Следующая моя клиентка это Леночка. Леночка уже у нас с начала проекта, да? Да. Ну, вот, мы только добрались до индивидуальной консультации, но на самом деле, в принципе, у нас у всех есть возможность пообщаться, и, конечно, мне хочется спросить, вот, какие-то уже есть результаты? Да, результаты хорошие, я считаю, что для меня за полтора месяца 8 килограмм ушли. Достаточно легко, да, я так понимаю? Не было каких-то сложностей? Да, А вот сейчас какая задача перед вами стоит, самая основная? Ну, я считаю, что вот этот вес ушел благодаря правильному питанию, а физических нагрузок особо не было, потому что работа сидячая, таких физических каких-то занятий особо некогда посещать. И вообще, ну, как бы особо не склонна, к физическим нагрузкам? Да, я быстро встаю. Вот, и я себе назначила, что мне нужно обязательно зарядку проводить, и во время рабочего дня, там, через каждое, там, определенное количество времени ходить, и, ну, может прогуливаться, может быть, какие-то там приседания делать, может, там, что по возможности, что возможно. Вот это, конечно, я себе заставить пока не могу. Здесь есть очень интересная тема, связанная вот с такими сложностями. Кому-то трудно держать диету, кому-то трудно нагрузку. У каждого свое. Но самая главная ошибка здесь, это слово заставить. Заставить женщину практически изнасиловать, понимаешь? То есть это противозаконно. Поэтому надо глаголы менять. Здесь нужно, женщина должна делать только все, что ей нравится. Тогда нужно подумать, да, тогда нужно подумать, что мне может, понравиться, когда я гуляю. Например, можно поставить любимую песню или в плеере послушать какую-то музыку, которую некогда. А может быть, какие-то книги, аудио, может быть, лекции будете читать. То есть то, что бывает совместить. Знаешь, вот очень часто женщины говорят, терпеть не могу гладить, но если я сяду за телевизор, я даже не замечу, ну, за любимый сериал с гладильной доской, то я даже не замечу, как я вообще погладила. То есть этот процесс, он как-то уходит. Многие современные женщины ставят гарнитуру на ухо и разговаривают с подружкой во время мытья полов и тоже говорят, что не замечают, как они это делают. То есть хотя, если бы вот просто вот, например, мыть полы, это не каждая бы любила. Поэтому нужно здесь совместить с тем, с чем-то, что нравится. Физические нагрузки, ну, опять же, с какой-то приятной музыкой или с какой-то, с какой-то, ну, может быть, информацией, которую вы давно, например, хотели там прослушать, какую-то лекцию или какой-то фильм или книгу, да, вот некогда читать, но в аудиоформате вы включаете, ну, сейчас я книжку почитаю, думаете вы, и в этот момент вы встаёте на тренажёрную какую-то доску, например, да, или там что-то, да, или вы просто встаёте и начинаете делать какие-то движения заученные, и в этот момент вы этого не замечаете. Более того, таким образом легче переносятся нагрузки. Поэтому, милые, уважаемые женщины, давайте не будем себя насиловать, давайте будем себя радовать, любить, колить или леять, как это будет делать теперь наша Леночка. Спасибо. Партнёры проекта Energy Fitness, Wellness Club Slim Club, Клиника красоты и секрета совершенства, Wellness Club Easy Club, Салон одежды больших размеров Grandiose, Клуб Дама Треб, Визажист Алена Перова, Фотограф Руслан Рахимов.